Утро с Аллой Горевой У микрофона Алла Горева, продолжаем эфир, говорим о самом важном, интересном и актуальном. День 7 ноября, красный день календаря. Гражданам Советского Союза этот стишок был знаком с детства, так же как и значение праздника. Именно в этот день, по новому стилю, или 25 октября по старому, в 1917 году в Петрограде произошло вооруженное восстание. Красногвардейцы взяли Зимний дворец, арестовали членов Временного правительства и объявили власть Советов. Вот для справки, в результате Октябрьской революции 1917 года изменился государственно-политический, идеологический и общественно-экономический строй страны. Она привела также к глобальным изменениям в системе международных отношений, способствовала развитию революционных процессов и национально-освободительного движения во всем мире. В результате Октябрьской революции на большей части территории бывшей Российской империи образовалось государство, получившее в 1922 году название Союз Советских Социалистических Республик. В него входили 15 союзных республик. Так вот, о празднике. Этот праздник немедленно стал самым главным в молодой советской стране, получив название Дня Великой Октябрьской Социалистической Революции. И надо сказать, что в СССР эту дату отмечали торжественно военными парадами, демонстрациями и выступлениями вождей. До 1992 года страна и вовсе гуляла целых два дня. 7 и 8 ноября они были нерабочими. Но и обязательный ритуал – это семейные застолья. Вот так происходило много десятилетий. Пока праздник не был переименован, перестал быть выходным и стал называться Днем Воинской Славы России. В честь дня проведения военного парада на Красной площади Москвы в ознаменовании 24-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции. Это 1941 год. Простите, сегодня Октябрьскую Революцию кто-то по-прежнему готов называть Великой Октябрьской Социалистической Революцией. Кто-то октябрьским переворотом и началом крушения российского государства. Вот любопытный факт. Сами большевики первые десятилетия в активном обиходе называли этот день не иначе, как большевистским переворотом. И благодаря ему месяц Октябрь начал фигурировать в названиях городов, районов, поселков, улиц, культурно-массовых заведений, а также завод, газет, пароходов, ну и далее по списку. Название Октябрь давали даже спортивным коллективам, далеким от общественно-политических коллизий. В то время как ноябрь вообще практически не упоминался в контексте революции. Например, вот город Ноябрьск в Тюменьской области стал так называться по времени начала его строительства. День 7 ноября уже несколько лет с 2005 года в нашей стране не является красным днем календаря. Тем не менее, произошедшая в 1917 году социалистическая революция изменила отечественную историю и стала главным событием 20 века, предопределившим многие последующие достижения Советского Союза и даже нынешней России. Вот об Октябрьской революции, ее причинах и значении культурном, экономическом и даже геополитическом мы сейчас поговорим с нашим экспертом. С нами на связи Андрей Ишин, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского. Андрей Вячеславович, добрый день, вы меня слышите? Да, доброе утро, доброе утро. Андрей Вячеславович, ну вот такой сегодня праздник, я его помню очень хорошо с детства. Но я родилась в Советском Союзе. Хочу вас спросить, что отмечают в России 7 ноября сегодня? Стоит ли праздновать его, не праздновать? Чем вообще является 7 ноября для истории? Знаете, вот многие россияне сегодня, вот те, особенно те, кто родился и вырос в Советском Союзе, они ведь хотели бы вернуть праздник 7 ноября. Что вы думаете по этому поводу? И, собственно говоря, чем для вас является день 7 ноября? Спасибо большое за вопрос. Для меня 7 ноября является, безусловно, очень важного исторического события. И, как сказал великим философ Гераклиса, в одну реку нельзя войти дважды. Мы в эту реку вошли, это данность нашей истории. Нужно эту данность максимально объективно осмысливать, оценивать, видеть положительные и пытательные, конечно, стороны, не забывать про них тоже. И в этом отношении, вот мы спросили, что праздновать. Ну, мне представляется, что любые праздники, они должны объединять общество. И вот мне представляется важным, что 7 ноября, как дата Великого Парада на Красной площади, и когда наши бойцы в холодные дни русской битвы шли мимо мавзолея Ленина прямо на фронт, умирали за наше отечество и победили в этой страшной и великой отечественной войне, вот эту дату, конечно, мы вправе, безусловно, праздновать. Бесспорно, Андрей Вячеславович, бесспорно. А вот. Что касается событий революции, то я хочу отметить несколько очень важных особенностей все-таки. Сегодня я с этим совершенно согласен. И стойко-культурный стандарт, он был определением Великой Российской революции, предполагая, что в революции было несколько этапов. Вот февральский этап революции, который привел, как мы знаем, к колоссальным деструктивным последствиям, да. Октябрьский этап революции, мы не вспоминаем как раз эту дату. Затем события гражданской войны, и вот опять же недавно мы вспоминали столетие окончания гражданской войны в России. И сегодня такой датой официально принято 25 октября, когда части Красной Армии заняли Владивосток. И таким образом Дальний Восток тоже прекратил арены таких ширкомасштабных боевых действий. Хотя мне в документах не раз приходилось встречаться, сейчас я вас по Крыму, когда еще отголоски боевых действий в 2023 году давали себе знать даже и позднее. Поэтому вот эти три этапа, они как бы сегодня составляют это понятие «Великая Российская революция». И вот вы совершенно правильно говорили в вашем курсе, в том числе и о геополитике. И вот геополитика здесь очень немаловажную роль сыграла, и как раз вот эти уроки нам нужно сегодня максимально извлекать. А ведь одним из важнейших вопросов революции является очевидное присутствие в событиях 1917 года, февральского и октябрьского этапа геополитического факта. Дело в том, что по сути с момента появления исторической карты мира Россия стала восприниматься более влиятельными силами на датали как очевидная проблема, которую на так же не стоит и пытались решить двумя основными и гутями. Внешние интервенции в губах, на других государствах и внутри. А причина кроется в следующем. Запад всегда воспринимал уникальный ресурс и потенциал нашей страны, то есть деревянный лаковый кусок в собственной колониальной игре. Запад всегда с осторожностью относился к европейским масштабам России, к ее пространственному величию. Но самое главное, Россия, как уникальная государственная цивилизация, поступает очевидной альтернативой унификационному глобальному проекту, который предполагает подмену подмены духовных секретарей, в салютных идеалами эгоцентризма, потребления, манипулированности общественного сознания при утрате личностных и национальных началов. По всей очевидности, это произвелся непосредственным участием в западных политических центрах, в организации мост-социальных потребностей 2017 года. Одни страны, Великобритания, в частности Франция, США, добивали по этому столблению и фрагментации России. Другие, Германия в частности, финансировали революционные партии цели достижения сепаратного мира в условиях продолжательности Первой мировой войны. Но если для последних это было вполне логичной практикой, то для наших союзников, которых, ну, как минимум, базы спасали в 2014-2016 годах, это фактически стало очевидным подтверждением председательного неприятия союзного факта наличия средней развитой государственности. Нежелание делиться плодами победы, до факта добитой мюрсовым поступлением на российские солдаты в тяжелой, позиционной Первой мировой войне. Ну, тако примечательно, что после отрешения, именно отрешения от власти императора Николая II 15 марта 1917 года, британский премьер-министр Джордж весьма откровенно заявил, одна из целей войны достигнута. То есть союзника императора Николая II Свердли, который их дважды спасал, и одна из целей войны при этом, по мнению, по словам Лойда Джорджа, была достигнута. Ведь тут очень важный урок заключается в том, что аналогичные механизмы были действенны во время, так называемых, цветных революций на постсоветском пространстве, во время государственного переворота на Украине 2014 года, в результате которого к власти там пришли атеросийские националистические силы, которые развязали свою войну. Несомненно поэтому, что результатом широкого общественного осмысления сегодняшней страты должна быть консолидация многонационального народа России вокруг тревинного понятия государство, страна, родина. Вот мое мнение именно заключается в том, что нам необходимо сегодня это понятие по-новому совершенно отмыкнуть. Ведь мы будем совсем скоро вспоминать еще одну великую дату, без сомнения, столетия образования СССР. И вот как раз в результате этих страшных событий, ведь мы по разным оценкам в гражданстве потеряли там примерно от 7 до 13 и выше миллионов человек. То есть все воюющие в сторону в сервере Луне потеряли меньше, чем мы во время событий вот Великой Российской революции. Но все-таки на смену разрушений, децентрализации, фрагментации, и когда издельно распитка империи пришла новая консолидация. И образование СССР, оно в этом отношении стало, конечно, тем явлением, которое было, опять же, очень нежелателем для наших извечных геополитических оппонентов. Ну еще бы, такая началась электрификация и индустриализация достаточно за короткий промежуток времени. После гражданской этой войны и разрухи. Это только тоже нужно изучать. Я просто хочу обратить внимание, что после гражданской войны в экономическом только плане мы были отброшены. Уровень развития примерно в 18 веке, в эпоху Екатерины Саронова, были отброшены после гражданской войны, хотя совсем недавно входили в пятерку наиболее развитых промышленных стран мира. Я напомню по статистике, 1913 года. Этот, конечно, разрыв нужно было срочно преодолевать. Конечно, мы знаем в узбеках этого процесса. Мы должны отходить совершенно объективно и положительные, подчеркиваю, отрицательные стороны. Конечно, в центре сегодняшней даты личность лидера, руководитель молодого Совета Государства, Ленина, безусловно. Мне кажется, что эта личность, безусловно, очень сложная, трагическая во многом, но нельзя не ответить того, что Ленин, конечно, участвовал и в децентрализационных процессах. Он даже выступал, не помню, за поражение России в войне, говоря, что это будет наименьшим злом в Первой мировой войне. Было такое, да. Конечно, да, мы согласились этим, конечно, не можем, потому что выступать за поражение своей страны, это, ну, мне кажется, что это акт явно не гражданский. Но если всем надо отдать должное, Ленин стоял на среде консолидации советского государства. По сути, стоял у Иссотов обнования СССР, новой политической реальности, когда на свиную распаду пришла консолидация. И им дала огромную роль в том, что здесь у нас в Крыму в 21-м году была образована, подписав постановление в СССР, напомню, 18 октября 21-го года, Крымская автономная Советская Союзная Республика в составе России. И в этом отношении Ленин сыграл важную роль в том, что был определен юридический именно российский статус крымской автономии уже в новых политических условиях. Например, в том числе Крымский есть советов. Это был аналог референдума, который высказался, безусловно, за то, чтобы Крым был частью великой России. Поэтому мы говорим о Ленине и о революции, о некой исторической данности, которую нужно изучать. Это наша история. Невозможно из нашей истории какие-то отдельные этапы вырывать, какие-то подвергать с вами обструкции и так далее. Или переписывать. Андрей Вячеславович, верно. Как вода, которая течет этой реке, мы не можем ее выбросить, изолировать, отсечь. Мы должны осмысливать то, что было с нами, чтобы смотреть в будущее. Но не могу не ответить еще одну важнейшую особенность моего понимания этих событий и их последствий. Дело в том, что мы говорим сегодня о советской эпохе, о ее рождении. Но, по большому счету, ведь советская эпоха во всем ее универсализме, во всем ее величии, во всем ее сложности и трагизме, это явление не тождественное в чистом виде революции. Хотя бы потому, что советскую эпоху во многом создавали люди, которые не были сторонниками насилия, кровопролития, террора, гражданской войны. Ему бы возил, например, Владимир Романович Вернадский. Без него советскую эпоху представить было бы, наверное, невозможно. Но он не был сторонником, как мы знаем, вот таких жестоких методов решения социальных проблем. Не был сторонником террора. Мы знаем, что он, будучи ректором Тавричевского университета, спасал многих бывших гвардейцев, давал им мандаты студентов университета. Десять человек получили такие мандаты, что самовизорство, как мы знаем, могли вполне расстрелять. в 2020-го года. Тем не менее, Вернадский стоял у истоков нашей ядерной программы впоследствии. И без него возможно было представить себе успешность работы Игоря Васильевича Курчатова, тоже выпускника нашего университета, создателя нашего ядерного счета. Можно вспомнить много других великих имен. Вот, например, великий профессор медицины Война Есенетки, да, претитель Лука. Святой Лука. Да, вот он тоже настрадал как-то много от этой системы. Несправедливые аресты, несправедливые ссылки, тюрьмы. Тем не менее, это был патриот своей страны, который совершил настоящую революцию военно-полевой хирургии. Его методы лечения огнестрельных ран, гнойных ран, спасли жизни многим-многим тысячам бойцов нашей армии во время Великой Отечественной войны. Многие операции он лично проводил. Спаслялся операции больше в день во время Великой Отечественной войны. Раньше и позднее спасал жизни многих людей. Поэтому без него тоже невозможно представить себе советскую полу. Только при его жизни три издания выдержала его книга «Генеальная очередь измена хирургии», за что он был в основном писательской премии, как мы помним первой степени. Можно осмотреть великого конструктора поликартова Николая Николаевича. Я так скажу, измельчавшего крест был православным человеком, но при этом великим конструктором и без него невозможно было представить создание нашего воздушного счета в годы в Великой Отечественной войне и так далее. Их нужно очень много продолжать. Но на самом деле мы должны очень четко понимать, что есть вещи, которые всегда выше любой политической целесообразности, любой самой прекрасной политической программы. Это ценность страны, это ценность государства, это ценность как-то какого человеческой жизни, потому что нельзя приносить необдуманно жертву жизни человека во имя какого-то абстрактного порой блага. К сожалению, революция в этом смысле была очень беспощадной. Мы знаем, как много людей пострадало в годы революции, после нее сразу же только имели какое-то иное происхождение, чем пролетарство. Да и много рабочих пострадало, крестьян не было пострадало, но тоже прекрасно знаем, отдаем все этому отчеты. Очень важно все лучшее, мне кажется, брать сегодня в будущее, но не повторять ошибок прошлого. И еще один важнейший момент, важнейший урок, о котором мне хотелось сегодня сказать. Все-таки мы должны помнить уроки 2017 года в плане распада Российской империи и уроки 1991 года в плане распада СССР. Вот, кстати, знаете, Андрей Вячеславович, простите, я как раз и хотела спросить, вот сегодня исторично или не исторично рассуждать о том, что вот советская конструкция, решавшая и так или иначе решившая проблемы 20-х годов, вот сама по себе привела к распаду страны впоследствии, имеется в виду 91-й год. Вы знаете, мне кажется, что здесь огромную роль сыграло в распаде вот то явление, которое можно назвать кризисом ценностей смыслов. Вот я напомню такой исторический закон, который я отлично называл законом Местер-Литопис, этим внимательным уковлением современных лет изучим, то мы пойдем к такому выводу. Если общество поражает кризис ценностей смыслов и общество не находит все потенциалы для его сворения и преодоления, то это общество неизбежно сбыть социальное потрясение, деструкция, причем независимо от уровня успешности экономики. Ведь Российская империя очень динамичной были достаточно высокие социальные стандарты на самом деле с правительством другими странами. В этом прямо пишет Хрущев. В своих воспоминаниях он вспоминал, что он жил в России при качестве рабочего лучше, чем даже когда он возглавил московскую ячейку РКТО-Б в БТО-Ван-Эх, когда появилась политическая партийная маниклатура. Это там Хрущев признается. Но в то же время это не спасло, потому что общество было охвачено кризисом в ценных и смыслах. Есть церебряный лекция об этом, и понимание ради чего мы живем в одной стране, куда мы идем, что нам нужно, к чему мы стремимся. Советские социологические ситуации. Высокий социальный стандарт нужно по-новому осмысливать. Самый дешевый хлеб в мире, высокий социальный гарантий, бесплатные путевки для многих тысяч сружеников. Образование здравоохранения тоже бесплатное было. Но это не спасло даже на референдум, который был проведен, как мы помним, о сохранении СССР. Это стало прекрасно наш президент Валерий Кутин величайшей геополитической катастрофой распад СССР. И подумаем, что она до сих пор. А почему? Это кризис ценностей и смысл. Когда стали формироваться новая молодежная субкультура на основе западных стандартов, когда многие люди безоглядно устремились к культурному развитию к западу, к западным ценностям, к западным лекалам. В результате разрушили то, что было у нас хорошего на самом деле. То, что надо было не разрушать, а сохранять. Андрей Вячеславович, плюс еще этнические конфликты, которые тоже способствовали распаду СССР. Но ведь этнические конфликты, они же существовали и до образования Союза Советских Социалистических Республик. И мне так кажется, они вот были скорее заморожены вот созданием такой вот советской социалистической конструкции. Нет? Вот на эти 70 лет. А потом разгорелись с новой силой. Ну, понятно, что не без участия коллективного Запада, это сегодня ясно всем. Безусловно, безусловно, конфликты были, скажем так, заморожены. Проблемы этические были в Российской империи, что греха таить. Были они и в Советском Союзе, что греха таить. Но проблема ведь заключалась в том, что всегда этнические проблемы обостряются, даже приводят к тому же, как парад в кавычках, парад национализма, парад суверенитетов. Они разрастаются на фоне всегда ослабления центральной власти, ослабления государства, ослабления единства общества. Потому что, прямо скажем, что проблему этническую или национальную в полной мере решить, это архи сложная. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Хотя к этому стремилась и Российская империя, к этому, безусловно, стремилась и руководство советского государства. Но мы помним уже позднее, что происходило, да? События в Шергане, события в Карабахе, там, да? Мы сегодня снова с болью смотрим на войну в Нагорном Карабахе, но этот вооруженный конфликт полыхал, кстати говоря, и во время гражданской войны 18-20-го годов. Тобственно, Ленин тут ни при чем. Да, да. Иными словами, когда ослабливает государство, поднимает голову несли национализм, который откровенно эксплуатирует национальные проблемы, в принципе, решаемые, эксплуатирует этот национализм и проблемы в своих интересах, а национализм стоят как раз очень часто вот те западные силы, которые заинтересованы в ослаблении единого могучего государства. И как раз парад национализмов, парад суверенитетов за то, что выгодно как раз Западу фрагментировать, разобщить, сбить к линии. Вот. И сегодня мы видим, что на... Но сегодня как раз так и происходит. Мы же реально понимаем, что Нагорный Харабах, граница Киргизия-Таджикистан, Молдавия-Приднестровья, то есть вот эти вот... Это наши бывшие республики советские, социалистические. Но поджигается то там, то там, то там. То есть начинает полыхать по ходу наших границ. И вполне понятно, зачем это делается. Да, и вполне понятно, для чего это нужно Западу, потому что, конечно, это инструмент ослабления нашей страны. Совершенно очевидно. Это нужно учитывать. И учитывая этот постсоветский мир, да, сложнейшие процессы в постсоветском мире. Конечно, нужно нам, мне кажется, активно предлагать свой проект цивилизационный, не просто проект политический, не просто проект мироустройства, да, проект цивилизационный, который, как я уже сказал вначале, является зримой альтернативой западному проекту глобального потребления. Я поняла. Андрей Вячеславович, у нас катастрофически не остается времени. Вы абсолютно правы. Я вынуждена с вами согласиться. Но это уже совсем другая история. Вот мы ее последствия сейчас, прямо вот сейчас расхлебываем в режиме реального времени. И это факт. Исторически. Я благодарю вас за то, что вышли с нами на связь. Нашим радиослушателям напоминаю, что мы говорили с Андреем Ишиным, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России исторического факультета Таврической академик и фу имени Вернадского. Андрей Вячеславович, спасибо вам огромное. А мы продолжаем эфир. Спасибо вам. Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире Радио Спутник в Крыму.